Дом – лицо своего хозяина. Уже не раз отмечалось, в красивом дворе и люди живут другие. На протяжении всего летнего сезона другие люди Ленинска-Кузнецкого занимались благоустройством своих дворов, домов и даже балконов. Перед специальной комиссией стояла непростая задача – из более чем 40 заявок выбрать лучших. Город выглядел достойно и все равно, когда город светлый, чистый, до всех проблем никогда мы их не решим, который у нас десятилетиями, но для создания праздничного, эстетичного оформления города, конечно, было сделано очень много. И очень большой вклад в эту работу сделали председатели советов многоквартирных жилых домов, сделали наши дворники, которые обслуживают жилищный фонд города. У дворника с золотыми руками и метла должна быть соответствующей. А потому в этом году впервые учредили конкурс «Золотая метла». Самого настоящего «Оскара» с профессиональным орудием труда вручили Валентине Коноваловой. Настоящей золушке двора на проспекте Кирова, 87А. Ее работу трудно не заметить, говорит председатель совета этого дома. Это очень аккуратный, чистоплотный человек. Когда она на дворе, у нас блестит, сверкает двор от чистоты. Нам бы побольше таких людей. Ну и у ней есть свои трудности. Конечно же, человеку в таком возрасте нужна помощь. И, конечно, правильно она сказала, что нужно обращаться к людям, чтобы люди не только видели эту чистоту, но и помогали. В этом году работу жители оценили и на областном уровне. В августе Галина Бакина была награждена областной медалью за веру и добро, за творческий подход к озеленению территории. Дом по проспекту Кирова оценили и жюри Ленинского-Кузнецкого. Он был признан лучшим. Поразили членов жюри и разноцветные петуни на балконе Анатолия Яковлевича Васькина. Все призеры конкурса были награждены почетными грамотами администрации и денежными премиями. По признанию победителей, эти средства они обязательно потратят на то, чтобы сделать места, в которых живут еще красивее.